Девушки отдыхают Книга уникальна тем, что она подходит для малышей в самом раннем возрасте, то есть 0+. Создатели этой книги я вам прочитаю, потому что очень сложное японское имя, это японская система. Чем уникальна эта книга? Это японская методика развития ребенка до 1 года, то есть 0+. Создатель этой книги профессор Такаси Мута, директор Центра исследования детского университета Серауми Гакуен. Простите, очень сложные японские названия. Человек очень профессиональный. Я думаю, что его советы по воспитанию вашего малыша будут вам крайне полезны. В этой книге собраны простые задания, которые будут понятны вашему малышу и в 1 месяц, и в 2 месяца, и в 3 месяца. Ну, ровно в те месяцы до 1 года. Например, вот тут на 5-й страничке есть такое задание, которое развивает мелкую моторику. Нужно пальчиком поводить по страничке. Например, нарисовать кружок. Или есть задание посмотреть на муравья и повторить его движение, как он может побежать. Тут есть вот такие функтивные линии, по которым ребенок будет вести пальчиком, и как будто бежит муравей. Также тут есть звуки, самые простые звуки, которые помогут вашему ребенку научиться говорить. Топ-топ, например, хлоп-хлоп, прыг-прыг и так далее. В общем, книга-находка. Советуем каждому родителю ее приобрести. Создатель этой замечательной книги, японский профессор, зовут его Такаси Мута. Является он директором Центра исследования Детского университета Серауми Гакуен. Председатель комитета по переходу от дошкольного образования к школьному. Член Центрального совета образования при Министерстве образования и культуры Японии. Вот такой вот профессионал создал эту книгу. Для вашего ребенка она станет большим открытием. И мы продолжаем. Опять же, книга для малышей, которые находятся в возрасте 0+, тоже подойдет. Книга называется «Путеводитель для детей. Россия». Широка страна наша родная, много в ней лесов, полей, рек. И малышу нужно объяснять это с самого раннего возраста. Вам в этом поможет вот эта книга. Берете ее, открываете на любой странице. И сразу вам, пожалуйста, пещера Шульганташ. Где находятся, какие особенности. Урал. Большой край. Какие города есть на Урале. Что важно знать об Урале. Полезно знать об Урале. Какие-то интересные факты для вашего ребенка. Также книга прекрасно иллюстрирована фотографиями и рисунками. Что тоже поможет вашему малышу понять особенности нашего края. Вот такие вот картинки. Мне кажется, книга замечательная. Книга интересная. Книга-помощник. И ее вы сможете найти в нашем магазине «Читай город». И следующие книги, которые привлекли мое внимание. Книги необычные. Они обычные тем, что они посвящены русским художникам-иллюстраторам. Как редко мы с вами задумываемся, что сказка это не только добрый, хороший текст. Сказка это еще и красивая, яркая иллюстрация. И в этих книгах собраны лучшие работы художников-иллюстраторов. Например, вот эта книга посвящена творчеству Эрика Булатова и Олега Васильева. За 30 лет совместной работы они создали иллюстрации к сказкам «Золушка», «Бабушка вьюга», «Цветик-семицветик». Всем нам любимые сказки с детства. А в этой книге собраны сказки, которые иллюстрировал Владимир Васильевич Лебедев. Тут вы найдете русские народные сказки. Например, «Курочка ряба» или сказки Редильда Киплинга или Льва Николаевича Толстого. В общем, эти книги помогут вашему малышу не только познакомиться с добрыми сказками, но и увидеть красивые яркие картинки и познакомиться с художниками, которые эти картинки для нас нарисовали. А мы продолжаем. Мы с вами растем. И следующая моя книга для детей возраста 6+. Книга для девочек. Книга в серии Disney. Называется «Романтичная, как я. История и мини-маус». Книга оформлена в формате комиксов. Будет интересно просматривать эти яркие картинки с любимыми героями диснеевских мультиков, а также прочитать различные истории о них в этой книге. Данную книгу вы можете найти на полках магазина «Читай город». Пожалуйста, приходите к нам в гости. А следующие мои книги для старшего школьного возраста. 12 плюс возраст. Первая книга – это «Девушка из чернил и звезд». И вторая книга – «Лили и запретная магия». А теперь о каждой книге поподробнее. И первая книга, о которой бы подробнее хотелось рассказать – это «Девушка из чернил и звезд». Написала ее Киран Милвуд. Харгрейд. О чем же эта история? История этой книги рассказывает нам о девочке Изабелле, папе которой работает картографом. Живут они на тропическом острове. И папа обучает девочку всем навыкам своей работы, а также особенности местности, их материка. Но также на этом материке есть запретная часть, в которой по древним легендам живет страшный демон. И он отомстит каждому, кто нарушит его покой, ступив на его территорию. Далее в книге начинают разворачиваться страшные события. Покой городка нарушается исчезновением маленькой девочки и появлением страшных чудовищ. И чем же все это закончилось? Пожалуйста, узнайте в этой книге, найдя ее в магазине «Читай город». И следующая моя книга для детей среднего школьного возраста. Называется она «Лили и запретная магия». Написала ее Холли Веб. И о чем рассказывает нам эта книга? История о девочке Лили, которая живет в огромном замке на небольшом острове. На этом острове очень немного людей, только семья Лили и их слуги. И раньше семья Лили была очень известная в городе и уважаемая, но после запрета королевы на магию им пришлось спрятаться. И тут в один ужасный день Лили узнает, что на ее старшей сестре Джорджии лежит страшное заклятие. Кто наложил это заклятие? Неужели кто-то из родственников? Ведь никто больше не обладает магией на острове. Поэтому Лили придется распутать эту историю, прибегая к магии, к помощи своих друзей. Книга интересная, книга захватывающая. Вы сможете найти ее на полках наших магазинов «Читай город». А это было все на сегодня. Ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.